ну да навались заебался что ж такое-то курила меня когда-нибудь добьет точно что тут прорубил дышать уже ничем дерево длиннючая даже не понимаешь зачем она держится отлично пасхи привет всем дорогие друзья вы на канале вы желала я сегодня просто отдыхаю на природе поход ради того чтобы отдохнуть душой и телом собраться с мыслями подумать подышать свежим воздухом и так далее ну естественно пообщаться с вами мне кажется что мой рюкзак может прогореть чертям может и нет я нахожусь сейчас в дубовом лесу где-то в глуши слышно каких-то зверей лось по моему там проходил замечательная атмосфера тепло пока разводил костер замучился хотя дров тут достаточно много но разгораться они нормально не хотят и без всякой херни как говорится выживальческой бушкрафтерской просто облил это все элементарно розжигом и горелкой рожок но в чем прикол хотел бы сказать наверняка вы сталкивались с тем что розжиг розжигу рознь есть такие розжиги ты поливаешь до дровишки там угли только чуть-чуть огонька он бах и ты уже обгорел а есть вот розжиге как который мне как сейчас попался я им все нормально полил залил горелкой горелкой пытался его разжечь он кое-как еле-еле загорелся вот тебе пожалуйста то есть я не хотел доставать горелку мне зажигалка я сначала зажигалка его пытался разжечь вообще бесполезно это к слову о том как выживать в дикой природе я хотел бы об этом сегодня с вами поговорить потому что тема на самом деле очень серьезная шутки с шутками там еще что-то прикольчики эти это нет все понятно но хочу до вас донести некоторую такую основу на суть потерялся ты в лесу пусть даже у тебя есть с собой огневого там которая в принципе блять же никто не носит как как обычно есть зажигалка элементарно всегда пишут ну есть ты там куришь если есть у тебя зажигалка и спички да что ты ноешь что там не можешь костер развести ребят я сейчас конкретно говорю про зимнее время года давайте попробуем развести костер зимнем лесу с помощью обычной зажигалки и спичек да это конечно реально и возможно но для кого для тех кто на этом уже собаку съел как говорится понимаете для тех кто это когда-то уже много раз делал потому что просто человек не знающий ничего он вспомнит ага но у меня есть зажигалка мне спички я вот заблудился мне надо согреться сейчас я разведу костер шиш наны бельмондо как ты разведешь костер чем то что у тебя и зажигалка и спички это еще мало что значит на самом деле часто говорят береста всему голова я согласен береста это отличная вещь но я нахожусь допустим вот конкретно в дубовом лесу здесь нет ни одной березы абсолютно ни одной понимаете я этот лес знаю практически как свои пять пальцев и знаю что здесь нихрена нет ни одной березы соответственно бересты мы не имеем хорошо поехали дальше с чего с помощью чего здесь еще разводить костер найти какой-то труд можно но кто это может сделать единицы понимаете в чем суть то есть в основном все все эти навыки выживания вся вот эта история она она для тех кто это умеет делать как бы это странно не звучало это парадокс получается то есть мы смотрим там в интернете видеоролики людей которые строят укрытие в зимнем лесу да там наложил веток чуть-чуть что-то сделал какой-нибудь костер ноги или еще там что-то сообразил вот он рядышком ночует все нормально но вы когда-нибудь задумывались заебал я же дымит вы когда-нибудь задумывались о том что человек который это делает который вам показывает как можно выжить ночью в лесу переночевать согреться он к этому подготовлен обратите внимание на его одежду как он одет у него стопудово термобелье у него хорошие сапоги которые держит до минус 20 наверное у него с собой есть специальные приспособления в смысле приспособления специальные какие-то вещички которыми он прекрасно умеет пользоваться и то что это все снимается это конечно хорошо но поверьте мне за кадром остается очень многое по крайней мере даже то что вот здесь он сука в своем тулупе валяется вовчином в это блять шалаше в этом на струганом своем валежники якобы греется замерзает взяла а вот здесь вот по дороге 100 метров и стоит его автомобиль просто склейка кадров и он между этим побежал быстро термос кофем там горелка как грелка и так далее или стопарик навернул пожрал нормально все это в первую очередь ребята съемки нужно всегда понимать что все что вы видите непосредственно видео да это уже заведомо постановочная вещь потому что человек который намеренно что-то снимает это уже постановка те люди которые действительно получают пизды от жизни которым реально не повезло они заблудились и у них там черт знает что приключилась они не будут это снимать на камеру это единичные случаи уж тем более эти люди не ведут на постоянной основе какие-то там youtube каналы чтобы понимали человек который вам показывает как нужно выживать в дикой природе первое как минимум сам хорошо к этому подготовлен и все прекрасно знает он годами может быть десятилетиями это практикует во вторых очень много деталей мелочей которые вам просто незаметны вы просто не обращайте на это внимание и что-то попросту не знаете то есть человек показал да ты сидишь на диване дома и думаешь ага ну чё там палок накидал вот в этой куче я переночую костер разведу будет у меня там спичка зажигалка хрен с 2 ты вопрос так разведешь костер хрен с 2 и в этом заключается основные вот проблемы выживания да я смотрю вот эти всякие видосы бушкрафт выживания и знаете у меня прям лицо так кривится с такой ухмылочка я обычно это наблюдаю двумя чел ну ну ты конечно красавец до повалялся несколько часов на камеру в снегу там ну так как ты одет во первых ты можешь проваляться и в сугробе просто вот так на снег пластунца упал блять и проваляйся там до конца съемок ты один хер не замерзнешь потому что ты хорошо одет а что делать с людьми которые действительно потерялись которым действительно чуждо все это выживание они что-то где-то смотрели конечно на ютубе да там интересовались в интернете статьи читали они конечно имеют какое-то мало-мальски там отдаленное представление о том как нужно выживать опять же проблема заключается в том что они предварительно к этому были не готовы люди как правило намеренно не идут выживать в дикую природу просто так без ничего это никому не нужно это ерунде не который очень мало кто занимается это как право какие-то дурачки либо серьезные проекты опять же постановочные по большому счету и вот человек попадает какую-то непонятную ситуацию заблудился он плохо одет у него с собой ничего нет у него нет вот здесь вот в 100 метрах автомобиля который он ждет чтобы согреться и уехать домой и он блуждает по лесу что делать в этом случае человеку с его знаниями непонятно потому что костер мало кто сможет реально развести особенно если нет с собой чем это можно сделать бесполезно вы никаким блять божественным способом к вам этот огонек не спустится с небес и вы просто замерзнете даже если получится развести вам придется просидеть вот над этим костром примерно как вот сейчас сижу я греюсь всю ночь зимой ночью достаточно длинная почему просидеть а потому что вам не получится где-то вот прилечь как это показывает на удалении там двух трех метров от костра в своем сооружении то есть каком-то шалаше там или вот это какая-то подстилка настил когда вы там замерзнете хиром вы замерзнете потому что у вас нет термобелья у вас нет этой хорошей одежды специальной вам придется сидеть над костром да вы просидите до утра вы потеряете колоссальное количество сил и энергии даже просто вот так вот сидеть вам нужно отдыхать тем более в таких вот непонятных условиях достаточно жестких вам хотя бы элементарно нужно поспать но вы не можете поспать потому что вдалеке от костра вы замерзаете над костром вы устаете но выбора нет и следующий весь световой день вам придется ходить бродить вялому сонному уставшему в поисках еды воды и так далее проблема опять же заключается в том что найти еду воду с водой конечно попроще в зимний период что касаемо еды добычи еды на природе да я хотел бы сказать следующее что человека в принципе очень и очень мало на это шансов очень ребята мало шансов и знаете проблема основная в чем в том что у человека с собой ничего нет элементарно банально человек который заблудился это как правильно тот человек у которого с собой нет естественно никакого ружья у него нет ножа за каким-то исключением пусть 50 на 50 есть те у кого с собой нож все-таки будет есть у кого его нет какие шансы чтобы что-то подбить добыть но практически никаких чудом силу своей какой-то смекалки каких-то физических невъебенных возможностей вам удастся там что-то поймать придушить там подбить и так далее какой-то дрынком каким-то копьем самодельным и на этом все также меня очень сильно задевают отшельники это вот эти вот герои для многих люди которые ушли много лет назад в лес построили там себе какую-то землянку либо избушку правда ни одного я по-моему нормального ничего так и не видел подобие избушки там это больше похоже на бомжовский тупо разваливающийся сарайчик бунгало шалаш так скажем вот насчет них у меня сейчас будет отдельный разговор и я надеюсь вы поймете в чем здесь вообще смысл вот этих вот чудо отшельников кстати этот нож счета пиздец затупился из циркулярной пилы ребят советской ну блин не знаю я недавно его вроде как подтачивал что-то жало он держит плохо не знаю в чем причина обычно ножи из циркулярных пил советских хвалят но я заметил жалом тут плохо держит крайне плохо поговорим об отшельниках вот этих продолжим как говорится разговор посмотрел я специально много выпусков знаете сами последнее время стало модно снимать истории про людей которые живут в лесу все вот эти чудо дедушки вот бедолаги почитал комментарии все им сочувствуют все поражаются силе духа их и так далее так далее я очень внимательно смотрел сюжеты и вслушивался в то что говорят эти самые отшельники и больше всего меня интересовала причина или обстоятельства из-за которых они уходят уходили вот так вот в лес и живут там годами а то и десятилетиями знаете я бы сказал 90 процентов из этих отшельников просто-напросто слабые безнадежные люди ничего более я-то думал там есть какая-то действительно жила у человека куда стержень вера это есть у единиц вот единицы да они уходят либо по вере скажем так ведут этот аскетический образ жизни либо какие-то собственные предупреждения да также связаны с какой-то религией а все остальные знаете почему уходят это смешно максимально у кого документы потерялись у кого хата сгорела кто-то когда-то с женой развелся что-то психанул ушел в лес кто-то просто эти просто не захотел жить как нормальные люди бухал и понял что вот допустила в своей деревне ему настанет каюк психанул ушел жить в лес и таких историй масса в основном это истории не про чудо отшельников святых там сильных крепких волевых людей это истории про слабаков которые бежали от жизни я не говорю что они бежали от людей заметьте они бежали от самой жизни кто-то может конечно не согласиться сказать почему человек вот выбрал такой путь до ушел в лес ну для него это значит имеет какой-то смысл для него вот такая жизнь лучше да я так не против ребят я не против я и с этим согласен но как по мне все эти истории настолько жалкие если обратить внимание на детали как всегда мы привыкли впитывать информацию так как нам ее преподносит но если начинаешь копаться глубже замечать мельчайшие детали обращать на это внимание задумываться ты понимаешь что картина совершенно другая я обратил внимание что эти отшельники как правило скажем так 90 процентов своего пропитания где добывают населенном пункте точнее если сами они не имеют такой возможности туда добраться по тем или иным причинам им обязательно это кто-то привозит макароны мясо яички там хлебушек и так далее муку там и так далее то есть только очень маленький процент еды они добывают сами это хорошо если рядом есть какой-то водоем где они ловят рыбу слову не у всех блять даже элементарно есть рыбацкие снасти в иных случаях они никак не добывают ничего кроме там но может грибы подсобирали ягоды и травы какие-нибудь потому что они ничего не делают они не умеют делать ловушки на зверьё они естественно не охотятся потому что у них нет ружья кто им даст ружье этим непонятным безответственным людям они просто сидят своих вот этих прости господи ебаных землянка полу разваленных десятилетиями и хуй пойми чем там занимаются ну если быть точнее особо ничем для меня это просто в голове не укладывается я смотрел и у меня как вам объяснить я даже не мне как это противоречие диссонанс когнитивные понимаете я нихрена не понимаю что происходит с этими людьми тут же я читаю комментарии в основном все люди ими восхищаются блять вы ну как бы ну налет чего восхищайтесь что прототип бомжа городского ведет такой образ жизни на природе это что сильный поступок это боясь смерти максимум то есть человек просто боится сдохнуть ушел в лес чтобы его никто не прибил чтобы никто не напряг там работать и так далее так далее так многие еще и пенсию получают сидит в лесу в своей норе кротовой получил пенсию закупился и и живет дальше и все опять же многие из них бухают просто на пропалу беленькую хуярят а чем там еще делать а как им согреваться вы думаете от своих тазиков и самодельных буржуек они там хорошо согреваются нет просто это все остается за кадром естественно просто кому что нужен интересный сюжет и так как выставив человека с плохой стороны каким-то моральным алкашом бездомным лесным лешим блять этот сюжет получит очень много критики и мало просмотра лучше возвысить человека показать его с хорошей стороны и все будет заебись вот так это и работает и чем эти отшельники от каких-нибудь городских бедолаг на теплотрассе не отличаются только те на трубах а эти в земле под деревьями и в шалашах самый такой интересный момент опять же во всех этих историях единицы из этих отшельников единицы действительно за десятилетия это вдуматься сука десятилетия они построили себе как-то облагородили какой-то там участочек то есть есть какая-то добротная избушечка да или землянка ну действительно добротная есть там часовонька какая-нибудь но молится человек чему нет какие-то грядочки там еще что-то у остальных ничего нет то есть человек пришел сюда 10-15 лет назад вот как он вырил эту чудо ебучую землянку свою кротовую вот так он ней десятилетиями живет вы представляете насколько надо себя не уважать ненавидеть и не любить чтобы жить просто грубо говоря в медвежьей берлоге их землянки они мало чем от них отличаются я бы так не смог ребят я бы смог уйти от цивилизации и жить где-то в лесу смог бы но я не смог бы жить в юбана этой вонючей норе или в шалаше из клеенок говна палок и кровельной жести ржавой я не смог бы жить в этом дерьме я бы что-то построил уж за десятилетия извините блять можно построить нихуя не делают дым заебал ту же эти кенты нихуя не делают и больше всего меня это вымораживает я не вижу никакого повода гордиться 90 процентами вот этих вот чудо отшельников которых так восхваляют в интернете посмотрите какой человек он нуждается нуждается в помощи давайте ему то давайте ему все да иди в город вернись в деревню блять пошевелись чуть-чуть ёбаная старая ты развалена блять они культом сидят у одного руки нет у того блять ног нету у того то отморожено блять почему просто так она отпала что культябка это ёбаная нет конечно синька нахуй бухал упал обморожение отрезали что-то все банальные истории все скрывается все выставляется свете просто бомжи бомжи лесные у меня как-то больше никаких слов нет да есть редкие редкие мужики которые там действительно достойно живут в лесу то большинство это просто какое-то отрибье просто земляные крысы как грубо говоря и жалеть тысячи их абсолютно не за что был бы ты мужиком блять ты бы несмотря на то что ты проебал свои документы или от тебя ушла жена друг ты бы восстановился за пару лет максимум и вернулся к нормальной человеческой жизни заново создал бы семью там допусть даже не семью но живу достойно она съебалась в чигири и сидит там земле на кой хуй непонятно абсолютно маная такие герои так мало того у них еще даже огорода ни у кого нету маленьких каких-нибудь грядок по насажаем там я не знаю лук морковку помидорки там что-то огурцы нихуя ничего не надо она зачем люди привезут из ближайшего населенного пункта каких-нибудь макарон там закруток а я вот здесь а я вот вот хуй знает я здесь на точке непонятно что тут делаю десятилетиями потом ко мне приезжают и снимают сюжет потом приглашают москву на передачу 20 лет в тайге 20 лет блять прожил в одиночестве все сам хуль сам у тебя ничего нету блять те три миски дырявые гнилые печка блять из тазика и глины навоза блять козы ничего и нихуя больше десятилетиями потом живешь ты там просто блять бомжуешь на вот и все я надеюсь я высказался на этот счет насчет таких отчельников можно конечно еще долго рассказывать но я не вижу в этом особого смысла потому как там и нечего рассказывать моя я думаю суть сама я донес я считаю эти люди просто падшие слабые духом но чтобы не быть естественно не обобщать скажу что да есть отдельные личности которые достойно проводят свою жизнь так скажем да проживают на природе есть и такие но их очень и очень мало тем людям я даже завидую на них глянешь и думаешь да вот это сила воли вот это вот вот сильный мужик все сам добывает все сам обустраивает строит все это хорошо все это аккуратненько все это более-менее чисто сам чистый это вот тоже один из таких очень моментов важный я к сожалению пропустил блять как ебаные сука шахтеры лэп весь борода сука залипла кизяках блять глина вот это черный одни глаза блять видно руки даже на руки не похожи вон как будто бы я не знаю что он ими делал этот человек блять сука кругом снег многие живут возле водоемов вы мы мыться вообще пробовали мужики ну вот просто вы блять хотя бы свои еблища окунули хоть раз в неделю хотя бы в месяц хоть раз вы пытались мыться холи вы закопченный как домовенок кузя блять там сидите сука в своих норах ну вот это опять же говорит о том что им просто посрать на себя и посрать на всех остальных хули там ими гордиться чучело блять ебаные кудесники блять мерлин без шляпы манро взбесила и так ведь надо бы мясо наверно пожарить ребят жать уже охота я уже тут согрелся так неплохо завелся с этими отчельниками ну в жопу никогда больше не буду смотреть видосы про них такая требья никчемная сейчас я тут слегка подправлю дровишки и выставлю свою чудо подставку металлическую на которой я часто грею кофе да и мясо я на ней готовил очень удобная штука не надо выдумывать фу блять не надо выдумывать там никакие шампура еще что-то вот так вот угольки раскидал тут тут жар достаточно сейчас вот так вот раз две дровишки так мне тут где-то приправа была к мясу где она вот запечатал тут я не только ножом открывать сейчас ребятки мясо поджаривать на природе знаете как душевно болеен хорошо не особо люблю говорить какие-то негативные вещи находясь в походах ну приходится а кто и кто если не я вам это расскажет бляха муха потянул за скотч чуть не высыпала хорошо что дно оказалось в правильном положении сейчас где тут мясо то вот приходится разговаривать на какие-то неприятные вот эти темы сейчас руки снежком помою чтобы мясо было не грязно это братство за всякие ветки до погода замечательная я честно говоря сегодня с утра встал мне не хотелось отправляться в лес потому что был жуткий ветер сильный ветер но подкупало то что не холодно морозы немножко отступили был циклон и сейчас сегодня вот минус три по моему это вполне нормально сейчас я достану свою подставочку покажу вам вот такая ребят сетка но вы уже видели в каком-то из видео я даже не знаю из-под чего она прекрасная штука вот ставишь ее как подставку на угли а и потом на нее выкладываешь уже непосредственно мясо и так далее сейчас я а свининка хорошо так приправа так вот все таки решил же отправиться в поход думаю ну в лесу все равно ветер будет послабли и ничего страшно и действительно сейчас вот в лес пришел ветер гудит но так по верхам а здесь мало его и за это какая-то приправа для шашлыка беру наугад они все более-менее одинаково вкусные без разницы обмажу слегка лишь бы лишь бы был аромат и соленая хоть чуть-чуть и пойдет чего там два кусочка себе зажарю нормальных пойдет а хорош а ну-ка и вот этот почувствуйте этот кайф природный обязательно если есть возможность выбирайтесь на природу ребятки выбирайтесь сами с компанией отдыхайте восстанавливайте свои какие-то там душевные моральные силы скажем так времена непростые много стресса в жизни много переживаний так далее я допустим в домашних условиях никогда не могу так отвлечься и просто спокойно отдохнуть не знаю почему может это у меня такое меня сильно раздражают автомобили звук проезжающих рядом с моим домом автомобили я живу в частном доме естественно и по моему переулку мотаются вот машины часто и меня это раздражает я не знаю почему вкуснота ребята ну два кусочка хватит что-то я конечно взял много дома дома съем а жирок капает подгорает мясо удобно когда зима снег руки хоть можно мыть нормально взял снежка чуть-чуть не то что летом вода 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 чтобы она не сгорела оба уху-ху жирок пригорел зараза чушь ты так смотришь он капает из-за этого начинается пламя ну ничего тут буквально сверху чуть-чуть нормально моментально жарится еще бы такая температура анти какая красота хорош вообще свиночка ху запах жареного мяса свежесть этого зимнего леса это просто непередаваемые ощущения это истоки ребята это истоки нашей природы зараза подгорает опять но этот нет а вот этот бляда ах ты а что-то ебанись у меня палец есть уже обгорел гляньте что случилось блять ну что он сказать а ну ребят уронил на угли но ничего страшно это кстати не мясо горел это просто жир ничего страшно бывает чуть-чуть пошкрябать ему нормально вот этот кусочек кстати плохо жарится надо его ближе к углям а этот наоборот слегка сюда брал с собой тент думал пригодится если в лесу все таки будет сильный ветер натяну закрою себя с какой-нибудь стороны хотим с одной ну как оказалось здесь внизу его практически нет никакого ветра так что все хорошо я не люблю если честно возиться с тентом постоянно разверни сверни нервирует меня эта процедура ой хорошие мясо ребята пахнет как а о ей вкуснятина жара много и единственное что подгорает жирок но это мелочи сейчас когда жарится поем я буду домой собираться отдохнул послушал тишину шум деревьев хорошо так вот кстати чтобы поставить какую-то точку выживание хотелось бы отметить то что парадокс заключается в том что подготовленные люди как правило не теряются в лесу и им не приходится выживать а те кто не подготовлены обычные люди они теряются вот как раз таки им и нужны эти навыки выживания и весь прикол в том что они как раз таки не имеют никакого в этом опыта все хорошо на практике в теории от тех людей которые годами этим занимаются обычные скажем так диванные выживальщики им в принципе ничего не светит по статистике нашей стране каждый год именно в лесах пропадает у среднем около 600 человек вот и из них половину находят вторую половину вообще не находят точнее нет чуть-чуть оговорился вторая половина там пополам еще скажем так вообще вот берем 600 человек одна треть находится живыми все нормально другая половина либо не находятся вообще никаких следов никаких признаков либо их находят мертвыми вот такая суровая правда чаще всего почему люди погибают в лесу от переохлаждения от отравления и от обезвоживания все понимаете даже не дикий зверь человек не умеет выживать вот и весь ответ на это обычный человек не умеет выживать в дикой природе тем более что большинство из тех кто теряется никогда даже не интересовались вообще этой темой что нужно делать как нужно делать и так далее чего нельзя делать чаще всего что удивительно советы многих скажем так официальных каких-нибудь представителей типа мчс и прочего они оказываются настолько дурацкими и нерабочими что это просто но я не знаю ребят нам есть какой-то канал там туристический на ю тубе ну считается достаточно такому престижным в принципе ну в каких-то определенных кругах я посмотрел и там приглашали какого-то то ли мчс ника то ли инструктора по выживанию по спасателю что ли хуй с ним кто он там вот и он давал определенные советы что нужно делать ситуации если потерялся в лесу я когда послушал и чуть-чуть усмехнулся у меня появилась такая улыбка паршивая я просто так и сижу думаю для кого это ну для кого эти советы берите с собой заряженный телефон старайтесь там вот это старайтесь вот это надо вот так надо вот это и все основано исключительно на том что вы должны либо с кем-то связаться либо сами выйти к цивилизации естественно никаких нормальных советов о том как развести огонь как сделать какое-то укрытие как найти хоть какую-то жратву ничего такого нет вот такая банальщина на высоком уровне телефон-то в жопу себе бля засунь телефон элементарно он не ловит в лесу как правило да возьмем вариант что тебя будут искать там по gps у как-то еще когда будут искать а может он выпал из кармана а может еще что-то случилось но и будем откровенны что каждый раз человек который идет в лес берет с собой телефон я не думаю то есть советы так себе знаете на половину рабочие а советы от профессиональных выживальщиков они крутые безусловно но они сложные в исполнении многие из этих советов лайфхаков до для выживания природы они сложные для реализации обычному человеку в этом заключается парадокс профессионалы не теряются им выживать не приходится практически никогда человек который абсолютно ничего не знает не подготовлю он потеряется и просто умрет не знаю поэтому вот эта вся тематика она такая знаете достаточно своеобразная я бы сказал либо ты в это погружаешься нормально и знаешь как и что делать практикуешься самое главное вот если там свободное время вот съездить сходи в лес попытайся там поразводить костер в разных условиях там попытайся построить какое-нибудь укрытие я понимаю что это такое знаете фантастическое скажем так занятие весь этот бушкрафт выживание и прочее но времена бывают разные и ситуации обстоятельства бывают очень разные откуда вы знаете что может когда-то с вами приключиться поехали вы когда-нибудь с друзьями куда-нибудь в лес да на пикник что-то произошло чаще всего вы там перепили психанули с кем-то поругались убежали в лес естественно заблудились вас уже никто не нашел вы идете идете все дальше и дальше и в целом вам нужно уже как-то начинать выживать вот элементарно даже для таких моментов нужны знания нужна практика я бы вам советовал чисто вот от себя конкретно брать вот этот вот этот вот этот совет какой-то да какие-то действия которые советуют выживальщики но опять же не все но большинство советов естественно они как бы рабочие и самому это практиковать однажды это реально спасет вам жизнь и не только вам и вашей группе с кем вы будете находиться так что ребят на этом точку наверное поставим сегодняшних разговорах о выживании добавить мне тут особо нечего остальные какие-то моменты я думаю мы обсудим в других видео сегодня я уже просто наболтался на тему не хочется грузить не вас не себя надоело я просто хочу посидеть в тишине поэтому я сейчас выключу эту камеру гребаную и буду кушать соберусь и пойду домой спасибо за просмотр как всегда приятно посидели у костра от души за то что смотрите слушаете меня ждем новых видео до новых встреч так ну